Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается напряженной. За сутки в Республике с диагнозом COVID в медицинские учреждения госпитализировано 123 человека с небольшим повышением относительно дня накануне. Всего за сутки по данному управлению Роспотребнадзора в целом по Республике выявлено 3314 случаев инфицированных коронавирусной инфекцией. Граждан днем ранее было зафиксировано 3211 заболевших. Необходимо обратить внимание на определенного рода снижение темпов увеличения количества заболевших в городе Якутске и, соответственно, увеличение количества и темпов заражения в районах Республики. Все оперативные штабы районов, так же как и учреждения здравоохранения, работают в режиме повышенной опасности. О готовности, прошу прощения. Растет количество выздоровевших на территории Республики. За сутки у нас выздоровело 1521 человек, и накануне это составляло 1233 человека. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что проблемы, которые возникали у нас, прежде всего, в Ивен-Абытантайском улусе, они, соответственно, оккупированы, выехала бригада Минздрава Республики в Ивен-Абытантай для разрешения ситуации. Контролируется также ситуация в Мигино-Кангаласском, Хангаласском, Намском улусах, Чуропчинске, там, где появляются новые случаи заболевших относительно того количества, которое было днями ранее. Необходимо обратить внимание, что увеличилось количество заболевших в Тампонском улусе. Также принимается ряд мер для того, чтобы непосредственно произвести как можно большее количество тестирований и, соответственно, выявление заболевших наиболее ранее для того, чтобы у нас в последующем граждане не тяжелели дома. Необходимо обратить внимание, что выездные дополнительные амбулаторные пункты, открытые в городе Якутске, это уже известный Триумф в Мирненском районе в городе Мирном на базе спортивного комплекса Дю США и в Мигино-Кангаласском улусе на базе врачебных амбулаторий в двух населенных пунктах. В целях того, чтобы непосредственно не создавать очереди в поликлиниках и как можно быстрее протестировать и, соответственно, выявить заболевших, кроме выездов врачей в районах республики, начинают расширяться дополнительные амбулаторные центры. На настоящий момент необходимо обратить внимание на вакцинацию, которая проходит у нас в республике. И в целом, говоря о вакцинации, мы постоянно говорим о вакцинации первым компонентом, тогда как сегодня уже необходимо обратить внимание на темпы и на необходимость ревакцинации, начало вакцинации 2022 года с учетом того, что рекомендуемое действие вакцины имеет шестимесячный срок. Сегодня ревакцинировано 127 322 человека, это 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Особое внимание, я прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное образование, он направлен на разделение скучности и предотвращение заражений среди больших групп детей. Поэтому прошу, значит, внимание обратить на то, чтобы дети не посещали общественные места. За сутки из всех заразившихся, соответственно, 21 ребенок, в целом по республике около 30% больных в стационарах, это у нас дети. Сегодня медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Основные лица, которые у нас находятся и в тяжелом состоянии, и направляются в стационар. Это большая группа больных, которые имеют диализные заболевания. И, соответственно, это дети, а также наши пожилые граждане. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость, соответственно, соблюдения мер безопасности, в том числе и в семье, и в коллективах, относительно этих групп граждан. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, я обращаюсь к руководителям организаций, особенно жизнеобеспечивающих. В жизнеобеспечивающих организациях принимается ряд мер, направленных на тестирование смен, которые выходят на работу. Тем не менее, глава республики обращает ваше внимание на необходимость создания резервных бригад при возникновении коллективных заражений с учетом скорости распространения вируса и его способности распространяться. Продолжение следует...